Обращение к Карлу Шмидту, оно изначально сомнительно, потому что, как вы прекрасно понимаете, Шмидт был нацистом. И когда я говорю, что Шмидт был нацистом, я не имею в виду, что он верил в великий германский шовинизм, или был антисемитом, или был расистом. Мы не знаем, во что верил и что думал Карл Шмидт. Но мы знаем, что делал Карл Шмидт. Поэтому, когда я говорю, что Шмидт был нацистом, я имею в виду, что в 933 году он вступил в Национал-Социалистическую рабочую партию Германии и получил, соответственно, членский билет. Но если действия Шмидта – это то, на что мы должны опираться, то нам придется также признать, что Шмидт был плохим нацистом, или сомнительным нацистом. Потому что те, кто плохими или сомнительными нацистами не были, члены СС, очень быстро ощутили, что со Шмидтом что-то не так, что Шмидт не один из них. И поэтому уже через три года после вступления в партию Шмидт попал в опалу, и в нацистских журналах даже начали печататься статьи с призывом отправить его в концлагерь. Может быть, настоящие нацисты что-то поняли, а мы что-то не поняли про Карла Шмидта. Поэтому было бы неплохо постараться разобраться в его позиции более серьезно, отбросив излишний моральный пафос. И для того, чтобы разобраться в позиции Шмидта, стоит выбрать какое-то одно произведение, которое определяет всю философию Шмидта. Если мы такой целью сдаемся, то этим произведением, конечно, оказывается понятие политического. Не только потому, что оно является осевым для всей философии Шмидта, но и потому, что Шмидт считал его таковым сам. И это видно из того факта, что это единственное произведение Карла Шмидта, которое де-факто существует в четырех редакциях. Это редакция 1927 года изначальная, затем редакция 1932 года, затем после критики Штрауса редакция 1933 года. Это самая, как говорят те, кто с ней знаком, совершенная редакция понятия политического. И затем редакция 1963 года, когда Карл Шмидт снова начинает публиковаться. И, о чудо-чудо, он не изменяет редакцию 1933 года, убирая оттуда все пронацистские свои слоганы и заявления, и подтексты. А вместо этого публикуют редакцию 1932 года практически без изменений. То есть редакция 1932 года, та самая редакция, которую критикует Лео Штраус, та самая редакция, про которую Лео Штраус говорит, что Шмидт критикует либерализм изнутри либерализма, является последним словом Карла Шмидта по поводу политического, по поводу осевого понятия его философии. Именно ее мы и будем рассматривать. И первое, что мы понимаем по поводу этой работы, это то, что она категорически антилиберальна, что она целиком обусловлена полемикой с либерализмом, что уже, собственно, и подмечает Лео Штраус. Да и вообще в целом нет никаких сомнений, что Шмидт был критиком либерализма, одним из самых серьезных критиков либерализма начала XX века. Однако тот факт, что Шмидт был критиком либерализма, еще не делает его нелибералом. И на самом деле вопрос о том, был ли Шмидт либералом, или является понятие политическим либеральным документом, или не является, остается открытым. Особенно учитывая, что те же самые критики, которые признают, что Шмидт является критиком либерализма, признают также, что на теорию Шмидта огромное влияние оказала теория Гоббса. Да, в общем-то, это и несложно признать, учитывая, что есть такая работа у Шмидта, как «Левиафан в учении Томаса Гоббса», где Шмидт во многом прямо и открыто признается. Да даже и в понятии политического он несколько раз, не скрывая, либо заимствует у Гоббса определение, собственно, определение политического, как война, которая не идет. Так и отсылает нас Гоббсу, называя Гоббса единственным подлинным политическим мыслителем, систематическим политическим мыслителем. Но нельзя назвать Шмидта либералом, не рассмотрев его связи с Гоббсом более детально. И для этого, мне кажется, нужно сначала изложить теорию Гоббса в том аспекте, в каком она может быть пересечена с теорией Шмидта, то есть в аспекте государства, причин его возникновения, цели его существования и образа его действий. И уже после этого разобраться в том, можем ли мы найти позиции Гоббса внутри понятия политического, в тезисах понятия политического Карла Шмидта. Что касается текстов, я полагаюсь на понятия политического 63-го года в первую очередь для Шмидта, но я также привлекаю и теорию партизана, и легальность и легитимность, и, собственно, левиафан в учении Томаса Гоббса. Потому что на самом деле очень многое из того, что Шмидт говорит, например, теория суверена Шмидта, она целиком Гоббсова теория. Децизионизм – это, опять-таки, скорее всего, явная концепция, взятая с опорой на Гоббса. И я постараюсь, опять же, показать, почему. То же самое касается и изложенной в теории партизана концепции абсолютного и конвенционального врага. У Гоббса я беру две работы – «Левиафан», которую я знаю меньше и хуже, и «Дечиве», которую я знаю досконально в силу сложившихся обстоятельств, которая мне нравится гораздо-гораздо больше, потому что она ранняя и более в этом смысле честная. Итак, с чего же Гоббс начинает? Гоббс начинает излагать свою концепцию государства с того, что предшествует государству, с естественного состояния, с того, что можно было бы назвать «the human condition». И в «the human condition» по Гоббсу человеческое состояние, естественное состояние, оно имеет три больших свойства. Во-первых, все люди равны. Гоббс, здесь надо отметить, не радикален, он не безумен. Он понимает, что нет одинаковых людей, что есть умные и глупые, есть сильные и слабые, есть высокие и низкие. Поэтому, когда он утверждает равенство между людьми, он утверждает не абсолютное, а относительное равенство в единственном вопросе, в самом серьезном вопросе, в вопросе человекаубийства. И здесь Гоббс говорит прямо, даже самый слабый и глупый в состоянии убить даже самого сильного и умного. Ну, банально дождавшись, пока тот уснет. Соответственно, говорит Гоббс, в вопросе самого страшного, а именно смерти и причинения смерти, все люди равны между собой. Более того, все люди также могут соглашаться или не соглашаться между собой по поводу определенных вещей. И есть то, в чем почти все люди, уверен Гоббс, согласны. А именно, что страх насильственной смерти – это самый сильный страх, самый сильный мотиватор человеческого действия. Здесь Гоббс следует за фукидидом, как и во всем остальном он следует за фукидидом. Говоря о том, что существует три мотива политического действия или три мотива человеческого действия. Это страх, в первую очередь страх смерти. И это надежда, распадающаяся на две части. Надежда на что-то осязаемое – надежда на выгоду. И надежда на что-то неосязаемое – надежда на честь. Запомните это, это потом пригодится, чтобы отделить конвенционального врага от абсолютного. Итак, все люди способны причинить друг другу насильственную смерть. И все они, практически все они, есть два исключения, согласны, что насильственная смерть – это худшее, что может произойти с человеком. Однако вот проблема. Они не согласны с тем, что является благом. Люди не могут согласиться по этому поводу. И потому, на самом деле, и еще по одной причине, а именно по причине того, что, хотя мы предполагаем возможность существования знания о благе, на самом деле для Гоббса нет никакой разницы между подлинным знанием о благе и представлением о благе. Точно так же, как для него нет никакой разницы между подлинным представлением о страхе и только ощущением страха. Это приводит нас к тому, что на самом деле люди не могут согласиться между собой. Что они все время находятся в состоянии разногласия. И это не было бы проблемой, если бы не третье и финальное свойство человеческого состояния, а именно тот факт, что все люди изначально имеют право на все. Таким образом, получается, что в естественном состоянии люди, имея право на все, включая, в кавычках, имущество или то, что находится в руках соседа, тело соседа и жизнь соседа, именно руководствуясь тому, что они способны причинить друг другу смерть, и руководствуясь тем фактом, что они не могут согласиться по поводу добра и зла, впадают в состояние борьбы. Это состояние борьбы Гоббс называет «Bellum omnis contra omnium» – состояние войны всех против всех. При этом надо понимать, что война всех против всех – это не буквальное состояние самбы, человекоубийства. Это не тогда, когда люди встают в круг и начинают друг друга ножами резать. Нет. Естественное состояние не означает состояние человекоубийства. Гоббс это подчеркивает. Точно так же, как в настоящей войне может быть перемирие, может быть бездействие или, скажем, отсутствие боевых действий в связи с необходимостью накопления ресурсов, подведения войск к границам противника, передислокации и так далее, и так далее, и так далее. Война всех против всех не заключается непосредственно в борении, но в постоянной возможности перейти непосредственно к человекоубийству. У естественного состояния также есть свои собственные свойства. Во-первых, в естественном состоянии у людей нет собственности. Так как у всех есть право на все, даже то, что оказалось в руках у одного человека, все равно не принадлежит ему, а принадлежит вообще всем, потому что от этого все остальные не потеряли свое право на то, чтобы получить то, что находится в руках у одного человека. Соответственно, там, где нет собственности, не может быть и экономики. В естественном состоянии нет моральности, нет добра и зла, потому что, говорит Гоббс, в естественном состоянии все действия людей являются морально нейтральными. В противном случае пришлось бы объявить действия животных злыми или добрыми, что мы, естественно, сделать не можем. В естественном состоянии нет и греховности. Причина этого заключается в том, что грех с точки зрения Гоббса – это нарушение закона позитивного. При этом неважно, этот позитивный закон дан Богом или он дан людьми. Но в естественном состоянии, очевидно, никакой закон не дан людям, ни Богом, ни другими людьми. И, соответственно, индивид этому закону следовать не может, даже если он существует. И, следовательно, нет никакой греховности. В естественном состоянии нет и понятия правового, потому что, несмотря на то, что людям не даны позитивные законы, им дан закон естественный. Но проблема с естественным законом заключается в том, что хотя все люди знают естественный закон, ни один человек ему не следует. Потому что для того, чтобы люди следовали закону, их нужно мотивировать. Самый сильный мотиватор – это страх смерти. И потому до тех пор, пока людям не угрожает страх смерти за нарушение естественного закона, они этому закону следовать не будут. Закон, который не следует и который не наказывает за неследование себе, не является действительным. Так что естественный закон не работает. В естественном состоянии нет и справедливого. В отличие от Платона, как вы знаете, Гоббс знает, что такое справедливость. У него нет никаких проблем с тем, чтобы постулировать, что справедливость – это следование договору. Но, опять-таки, хотя в естественном состоянии люди способны заключать договоры между собой, они в силу своего равенства не способны принудить друг друга следовать этим договорам. А раз они не способны принудить друг друга следовать этим договорам, то есть наказать за его неисполнение, все договоры в естественном состоянии остаются невалидными, даже если люди следуют им вплоть до последней буквы. Наконец, в естественном состоянии нет того, что называется культурой или цивилизацией. И, забегая, значит, вперед немножко, нет того, что можно было бы назвать национальным. Так как, выражаясь словами Гоббса, в естественном состоянии жизнь человека брутальна, несчастна и коротка, в естественном состоянии люди просто не в состоянии, не способны создать достаточно долгие связи для того, чтобы породить что-то помимо ежеминутных благ, то есть что-то более длительное, чем ежеминутные блага. И, соответственно, они не в состоянии породить культуры, цивилизации и нации. Из трех мотивов политического действия, из трех мотивов человеческого действия, как уже было сказано, сильнейшим является страх. И в войне всех против всех, находясь в естественном состоянии, люди все время испытывают страх. Самый страшный страх – страх насильственной смерти. Но страх – это не только проблема с точки зрения Гоббса, это еще и решение проблемы. Потому что именно благодаря этому страху люди понимают, что если им удастся создать нечто такое, что отдельный человек или даже маленькие, относительно группы людей, или даже большие группы людей, не в состоянии будут победить, если им удастся создать нечто настолько страшное, что будет пугать вообще всех, то в таком случае они наконец-то смогут остановить войну всех против всех. Таким образом, люди создают смертного бога, как называет его Гоббс, или Левиафана, с одной единственной целью – с целью сохранения мира, с целью остановки войны всех против всех. Для этого они отказываются от права на все и передают это свое право. С точки зрения Гоббса, право и сила – это одно и то же. И передают это свое право государству. Они передают созданному ими Левиафану все права, кроме одного, того, ради которого они и создали Левиафана, а именно право на жизнь. Итак, государство – это некий коллектив. Но этот коллектив должен быть единым, говорит Гоббс. Иначе он не сможет существовать дальше, он немедленно распадется. И для того, чтобы быть единым, ему нужна единая воля. И, понятное дело, единая воля требует единого лица, которое бы было репрезентантом, носителем этой самой воли. Поэтому, когда люди собираются вместе для того, чтобы передать все свои права, кроме права на жизнь, они должны передать эти права кому-то, какому-то конкретному лицу. И именно по этому факту, по факту того, что сначала происходит договор, и только потом, после договора, передача прав, оказывается, что это лицо, Гоббс говорит, это может быть собрание, небольшой коллектив, это может быть один человек, это может быть даже большое собрание. Но лучше всего, говорит Гоббс, если это будет один человек, потому что в одном человеке единая воля есть по умолчанию. Так вот, это лицо, которому передается право на все, не вступает в договор, а значит, оно навсегда остается в естественном состоянии. Все государства, говорит Гоббс, всегда находятся в естественном состоянии. И это историческое доказательство того, что естественное состояние существует. Если государство оказывается неким коллективом-индивидом, то есть коллективом с единой волей, которое навсегда остается в естественном состоянии, то получается, что для государства не существует ровно тех вещей, которые оно обеспечивает для своих членов. Нет для государства ни собственности, нет ни греховности, нет ни моральности, нет ни культурности, нет ни права, нет ничего, потому что оно находится в естественном состоянии. Это, с одной стороны, объясняет, почему собственность появляется, как и моральность, как и право внутри государства, а с другой стороны, показывает, что она появляется внутри государства только благодаря голой силе государства и ничему больше. Собственность, мораль, культура, национальность, право или правовое, это абстракции, существующие только внутри государства и только благодаря его голой силе. На самом деле их нет. Для самого государства их нет. И это объясняет, почему суверен, то самое лицо, которое и представляет государство, и находится в естественном состоянии, может не только давать законы, но и менять законы. Более того, может им не следовать. Даже, говорит Гоббс, может не следовать собственным обещанием, даже, добавляет он, данным Господу. Понятно, почему? Потому что никакого позитивного закона, в том числе и божественного закона, в естественном состоянии нет. Господь дал свои заповеди людям, он не дал их коллективам, не дал их государствам. Соответственно, несмотря на то, что люди создают государство с той целью, чтобы обеспечить внутри этого государства мир, и, наконец, перестать бояться смерти, ни то, ни другое не происходит, строго говоря. Государство, хотя и создается для целей мира, но оказавшись индивидом в естественном состоянии, получает ту же цель, что и все остальные индивиды в естественном состоянии, а именно выжить. И таким образом государство получает право на все, а значит право на уничтожение индивидов внутри себя самого, на уничтожение отдельных людей. Да, государство сохраняет мир, но с той целью, что, естественно, война внутри государства будет означать смерть государства. Но помимо этого суверен не только может приказать отдельному человеку убивать и умирать, он может приказать ему при определенных обстоятельствах даже совершить самоубийство, совершить смертный грех. Понятное дело, когда мы рассуждаем о государствах-индивидах, о коллективах-индивидах в форме государств, мы можем представить себе, что они испытывают ровно то же самое, что испытывают и люди-индивиды в естественном состоянии. Смертный страх. И мы можем представить себе, что они могут сделать то же самое, что сделали люди-индивиды, а именно покончить с естественным состоянием, объединившись в единое супергосударство. В таком случае действительно естественное состояние закончится, но оно закончится только как актуальность, но не как потенциальность, ибо внутри этого единого мира государства вполне возможна гражданская война, и всякий коллектив, который отказывается подчиняться коллективу государству, сам выходит в естественное состояние, тем самым входя в состояние войны. Наконец мы можем представить себе и обратную ситуацию, ситуацию при которой государство-индивид не желает находиться в естественном состоянии, и таким образом, например, либо исчезает, либо включается в состав другого государства. Но в таком случае, понятное дело, оно теряет единую волю и перестает быть индивидом-коллективом, становясь частью другого индивида-коллектива. Теперь нам следует перейти к теории Шмидта, и в понятии политическом, для того, чтобы не быть голословным, я выделил основные четыре тезиса, которые выдвигает Шмидт, и эти четыре тезиса мы сравним с полученной теорией Гоббса. Первый тезис Шмидта – это что политическое предшествует государству. Тезис загадочный, если только не понимать под политическим, что и предлагает Штраус, естественное состояние. Если Шмидт под политическим понимает именно это, то очевидно, что политическое должно предшествовать государству, ибо государство появляется в политическом. Второй тезис Шмидта – это что политическое имеет свою специфическую категорию, не сводимую к другим категориям, категориям других сфер общественной жизни. И эта категория – это деление на друга и врага. Подобное деление сомнительно, если мы опять-таки не понимаем под политическим именно что естественное состояние. Потому что если политическое есть естественное состояние, то внутри него у государства есть только одна цель – выжить. И эта цель, конечно же, и определяет его поведение в этом естественном состоянии. Так как естественное состояние – это состояние войны всех против всех, выживание государства напрямую зависит от того, как оно определяет, кто его враг и как этот враг ликвидируется. Способно ли государство понять, кто представляет для него смертельную угрозу и как ликвидировать эту угрозу. И снова, смотрите, Шмидт говорит две вещи, нам уже знакомые. Во-первых, он говорит, что враг – это всегда коллектив, это никогда не отдельный человек. У отдельного человека нет врагов и отдельный человек не может быть врагом. Мы это, следуя за Гоббсом, прекрасно понимаем. Второе, что говорит Шмидт, что, и это прямо большой пафос внутри его статьи, нет такой идеологии, нет такой программы, нет такого плана или проекта, который бы смог рационально обосновать уничтожение одного человека другим. Но это для нас не проблема, потому что с точки зрения Гоббса убийство одного человека другим происходит в соответствии с мотивами, с мотивами человеческого действия. Но эти мотивы, как вы прекрасно понимаете, нерациональны. И главный из этих мотивов, естественно, страх смерти. Таким образом, государство вполне может уничтожать своего врага, то есть убивать его, заставлять людей убивать друг друга, отталкиваясь не от программы, не от идеологии, а строго от ощущения страха смерти, исходящего от врага. У Шмидта есть и третий тезис, а именно, что политическое не может быть сведено к различным сферам общественной жизни и их категориям. Шмидт упоминает религиозную сферу, культурную сферу, экономическую, моральную, национальную. И все эти сферы, говорит Шмидт, никак не связаны с политикой, никак не взаимодействуют с ней. Но внутри них есть групповые человеческие отношения, и эти человеческие отношения могут достигнуть высокой интенсивности. И тогда они смогут вырваться в политическое, тем самым перестав быть экономическими, культурными, религиозными или моральными. Но ведь с точки зрения Гоббса мы уже это поняли. Когда маленький коллектив внутри государства пытается стать политическим, он пытается выйти в естественное состояние, где нет ни моральности, ни религиозности, ни культуры, ни экономики. То есть даже несмотря на то, что изначальные его мотивы могут быть экономическими, религиозными или моральными, как только новый коллектив-индивид появляется, он обнаруживает себя в естественном состоянии, где не имеется этих свойств. Соответственно, у врага, у только что появившегося коллектива никаких других свойств, кроме его опасности, нет. Нет. Шмидт говорит, что у врага есть только одно свойство, и это отрицание бытия, нашего бытия, конечно же. Поэтому сам враг должен быть выщеркнут из бытия. Он должен перестать существовать. Это единственное его свойство. У него нет ни моральных свойств, ни экономических. То есть он ни добрый, ни злой, ни греховный, ни безгрешный, ни выгодный, ни невыгодный, ни культурный или варварский, да, ни цивилизованный или варварский. Он просто небытийствующий. Но здесь вы должны понимать, что Шмидт, как и Гоббс, говорит о коллективах, а не о конкретных людях. Соответственно, когда он говорит, что свойство врага – это свойство быть вычеркнутым из бытия, он не имеет в виду тотальное уничтожение всех членов коллектива. Он имеет в виду уничтожение единой воли коллектива. Потому что как только эта воля уничтожена, коллектив перестает быть единым коллективом и распадается на индивиду, то есть он перестает существовать. Но есть также и термин «друг», о котором Шмидт, и в этом его очень многие обвиняют, практически не говорит. Почему он не говорит о термине «друг»? Становится понятным, если мы снова посмотрим на учение Шмидта через линзу Гоббса. В естественном состоянии на самом деле никаких друзей практически нет. Каждый индивид – это потенциальный враг, так или иначе. Но может служиться такая ситуация, при которой, возможно, дружба между двумя коллективами индивидами. Это ситуация, при которой друг имеет то же самое свойство, что и враг диалектически. То есть он тоже должен быть вычеркнут из бытия. Выражаясь иначе, ситуация дружбы между коллективами индивидами – это ситуация аншлюса. Как только у вас появляется друг, так сразу он перестает существовать, потому что его единая воля исчезает, и коллектив вливается в наш большой коллектив. Что, в общем-то, понятно и соответствует теории Гоббса. Индивид-коллектив своей единой волей вполне способен определять не только внешних, но и внутренних врагов. Но здесь Шмидт снова соответствует Гоббсу. Если внутренний враг определен, то внутренний враг – это только другой коллектив. А значит, единство уже разрушено, и вместо одного коллектива с единой волей мы на самом деле на одной территории имеем два коллектива. И понятное дело, что это не та ситуация, которой хочет добиться индивид-коллектив, потому что он любой ценой хочет выжить. А значит, так как он находится в естественном состоянии, имеет право на все, индивид-коллектив имеет право не допустить появления второго коллектива внутри себя. Он в праве уничтожить всех индивидов, всех и каждого индивидов, которые могут претендовать, хотеть или теоретически быть способными создать новую единую волю. При этом уничтожить не обязательно значит убить физически, но и, например, поместить в тюрьму, изгнать. То есть, так как индивид-коллектив имеет право на все, он может поступать со своими потенциальными врагами так, как посчитает нужным, до тех пор, пока это индивиды. Потому что так он не нарушает единство. Наконец, последний тезис Шмидта. Это тезис о том, что существование всемирного государства невозможно, потому что существование такого государства означало бы окончание политического. Но, говорит Шмидт, политическое бы закончилось актуально, но не потенциально, потому что во всемирном государстве мы все равно могли бы помыслить себе гражданскую войну. И это снова отсывает нас к теории Гоббса, где, в общем-то, ровно то же самое описывается в отношении государств, вошедших в супергосударства. Наконец говоря, или отстаивая примордиальность и автономность политического в пику вторичности и зависимости всех сфер общественной жизни, Шмидт, тем не менее, никогда не дает определения политике. И это очень сильно бросается в глаза внутри текста. Но если мы проследуем за Гоббсом, нам станет понятно, что Шмидт не дает определения политике, потому что оно размоет ту резкую дистинкцию между политическим и неполитическим, которую Шмидт вел. Потому что определение политики будет простое. Политика – это действие большого коллектива индивида по выживанию, по самосохранению. И тогда в это сразу войдет все. То есть появится и экономическая политика, и социальная политика, и религиозная политика, и культурная политика. Ну, возвращаясь обратно к Гоббсу, Гоббс говорит, суверен в праве выбрать, какой религии будут следовать его подданные. Он также в праве забрать у них собственность или дать им собственность. Он также, для того чтобы не допустить, например, появление супербогатых, должен вводить дополнительные налоги. Таким образом, мы подходим к завершению, можно сказать, что изложенная в понятии политическая теория действительно выглядит, как говорит Штраус, либерализмом с противоположным знаком. Это либерализм, потому что в его основе лежат представления о незыблемых, вечных, естественных правах индивида государства. Но это либерализм с противоположным знаком, потому что в отличие от прямых наследников Гоббса, Лока и Спинозы, Шмидт говорит не о правах индивида, человека-индивида, а именно о правах коллектива индивида. Тем не менее, как и подобает либералу, Шмидт признает права всех государств на жизнь и следующие из этого выводы. Его понятие политического нейтрально и универсально. Оно не является дискриминирующим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова